Здравствуйте, меня зовут Сергей Проходский, я ландшафтный дизайнер студии Апрель и предлагаю сегодня с вами поговорить на тему красиво цветущих кустарников, которые одновременно будут неприхотливы и помогут вам оживить сад и сделать его полноценно декоративным. Давно многим интересно, как сделать сад всесезонным, так чтобы он на протяжении всего года радовал нас своей декоративностью, красотой, но кроме этого менялся. Понятно, что в таких вопросах надо внедрять и использовать какие-то акцентные растения, которые будут появляться в саду, сменяться друг за другом и так далее. Но кроме этого есть целая группа растений, это красиво цветущие кустарники, которые могут радовать глаз на протяжении буквально всего сезона и одновременно могут быть неприхотливы. Мы специально сегодня не будем говорить о широко известных таких кустарниках, как чубушник веничный, который называют джасмином, о распространенных весеннецветущих спиреях вангута, средней, которые можно повсеместно встретить и в городах, и в частных посадках в том числе. А, наверное, уделим больше внимания тем кустарникам, которые одновременно популярны, широко сейчас известны, массово также уже используются, но, может быть, по ним недостаточно еще информации, и одновременно уделим внимание, какие в них есть особенности и как с ними работать. Поэтому я бы выделил топ-7 растений из красиво цветущих кустарников, которые имеет смысл внедрить в посадки. На первом месте я бы отметил Иргула марка. Кустарник немаленький, то есть это такое полноценное растение, которое на вашем участке вырастет в 3-5 метров высотой, и создаст таким образом сразу объем и каркас, заложит структуру сада, если ее на этом этапе еще не хватает. Прежде всего следует отметить, что у этого кустарника есть целый ряд декоративных качеств или преимуществ в сравнении с другими. Даже не говоря про цветение, про которое мы поговорим чуть позже, он имеет очень приятную архитектонику кроны. Он создает каркас, снизу скелетный вид ветви, сверху крона по принципу зонтика, и в любое время года, по сути, летом, зимой, даже без листвы, он будет смотреться хорошо. Будет приятен его габитус, то есть внешняя форма и размеры. Также надо понимать, что самым главным для него, конечно же, является цветение. Весной, в мае месяце полностью вся крона кустарника покрывается белыми цветками и создает неповторимый колорит. После периода цветения он, соответственно, обогащается ягодами. На фоне зеленой листвы кустарник изменяется и смотрится очень интересно. Надо также знать, что ягоды, к тому же, полезны и могут использоваться в пищу. А в осеннее время года Иргаломарка буквально преображается игрой красок, сменой цветов в оттенках оранжево-красного-алого цветов и часто является сезонным акцентом в саду. Благодаря вот этим всем декоративным качествам, а еще в совокупности с такой очень хорошей устойчивостью, это растение очень ценное в наших садах. В целом можно сказать, что на территории средней полосы в Беларуси, России растение неприхотливое. Растет на распространенных садовых землях устойчиво, декоративно и зимостойко для наших условий. Для Ирги характерна четвертая зона зимостойкости, то есть, скорее всего, никаких проблем у вас не будет. Кроме этого, растение неприхотливое и к почвенным условиям. То есть, оно достаточно хорошо себя чувствует при нормальном режиме увлажнения и при средних нормах подкормок и полива. Следующий, второй кустарник, на который, наверное, следует обратить внимание, это гортензии метельчатые. Я специально здесь говорю о гортензиях как о совокупности растений, потому как, если раньше еще и очень повсеместно широко использовалась близкий вид гортензия древовидная, которая широко известна по круглым шапкам соцветий, в настоящее время она немного отошла на второй план, и широко популярным стали сорта гортензии метельчатой. Их достаточно большое разнообразие, то есть, можно найти метельчатые гортензии как от достаточно природных, по внешнему виду, с мелкими цветками, рыхлыми соцветиями, и они хорошо подойдут для садов в современных экологических стилях. В то же время есть, соответственно, сорта гортензии метельчатой, как лайнлайт, допустим, или ванилла фрейс, которые будут обладать крупными шапками соцветий, которые будут буквально смыкаться друг с другом, будут весьма декоративны. И что интересно, что эта декоративность будет держаться у них на протяжении второй половины лета и начала осени. То есть, длительный период таких выраженных эстетических качеств. Кроме этого, следует сказать, что эти гортензии в наших условиях также зимостойкие, выдерживают абсолютно морозы в минус 20, 25, иногда даже 30 градусов по Цельсию. Достаточно неприхотливые в периоде выращивания, за тем исключением, что для них необходимо отдельно подготовить почву. Если изначально посадить гортензию в кислый грунт с хорошим увлажнением и в дальнейшем немного его поддерживать, этим самым вы добьетесь хорошего развития ортового растения и 100% соответственно ее отзывчивости и полноценного цветения. Таким образом, следует отметить, что для гортензии метельчатой характерна хорошая зимостойкость и устойчивость, но некоторая требовательность к почве с точки зрения кислотности, влажности и еще органического питания. Заложив это в основе, вы получите в дальнейшем хороший результат. На третьем месте я бы выделил такой неприхотливый кустарник, один из самых устойчивых и в целом один из самых массово используемых в посадках. Это лопчатка кустарниковая или курильский чай. Если сама по себе лопчатка кустарниковая в природе растет в виде кустарника до 1 метра высотой, чаще всего цветет желтым цветом, то в настоящее время, с учетом уже развития и появления новых декоративных форм и сортов, и здесь она очень широкая гамма по окраске цветков, от чисто белых, снежных, до соответственно оттенков желтого, оранжевого, алого, красного, и в том числе, соответственно, различных оттенков желтого. Чем еще интересна лопчатка кустарниковая? Тем, что она, зацветая в июне, будет радовать вас цветение на протяжении всего вегетационного сезона. То есть это тот кустарник, который не обладает точечным цветением на протяжении, допустим, недели или двух, как это характерно для многих растений, а будет иметь цветки на протяжении всего лета и осени и закончит свое цветение с первыми морозами. Хоть цветки и не крупные, буквально несколько сантиметров в диаметре, но благодаря тому, что они обильно располагаются на растении и цветет растение весь сезон, оно позволяет радовать, соответственно, нас и обогащать сад на протяжении нескольких месяцев. Кроме этого, лопчатка кустарниковая, как я уже говорил, неприхотливый кустарник. То есть это то растение, которое отлично себя чувствует на малоплодородных, иногда даже непригодных почвах, легких, песчаных, каменистых, важно для нее, чтобы было достаточное количество света. Это растение, которое требует активной инсоляции, соответственно, садить ее можно только на хорошо освещенных участках. Кроме этого, она будет мириться с недостатком влаги, недостатком полива, и лучше будет себя чувствовать, если мы ее хотя бы раз в год немного будем обрезать по форме кроны, придавая ей более компактные и более плотные параметры. Тогда она будет радовать нас одновременно еще и своей формой кроны. Я бы обратил внимание у этой лапчатки на широко известные сорта, как, допустим, Эботсвуд, это белоцветковая форма, Тангерин, очень интересные гаммы золотисто-желтого с оранжевыми оттенками. И, соответственно, также можно уделить внимание остальным сортам, которые будут отличаться, как я уже говорил, колористической гаммой. В следующем месте, третье и четвертое одновременно, это будут декоративно цветущие спиреи. Если до этого в начале видео я упоминал спиреи и говорил о том, что, в принципе, эти кустарники широко распространенные, и такие спиреи, как вангута, трехлопастна, они часто встречаются в целом посадках, то сегодня, наверное, я хотел бы отметить отдельно из группы весеннецветущих спирей, то есть тех спирей, которые цветут в мае месяце в белой гамме, спирею серую, сорт Гревшей. Также одна из неприхотливых спирей, которая, в принципе, растет в стандартных для нас условиях, то есть она устойчива в нормальном режиме увлажнения, требовательна к освещению, но кроме этого, в принципе, будет достаточно неприхотливо. Чем интересна эта спирея? Тем, что весной в мае месяце она буквально полностью покрывается белоснежными цветками, одновременно будет обладать таким легким медовым ароматом, и сам срок цветения чаще всего длится более 10-14 дней. Таким образом, мы получаем такое хорошее весеннее, активно цветущее растение белоснежной гаммы. На следующем месте будет спирея японская, и я бы в совокупности учел весь спектр группы сортов. Дело в том, что сама по себе спирея японская, кустарник хоть и неприхотливый, и благодаря этому часто используемый в городских посадках, но в то же время достаточно рыхлый, свободно растущий, часто достигающий где-то метра-полутора в высоту, то в последние десятилетия выведено достаточно большое количество декоративных сортов, причем наибольший интерес представляют карликовые сорта. То есть сорта спирея японской, которые будут по высоте до полуметра чаще всего, они будут также устойчивы и неприхотливы, главное, чтобы было хорошее освещение, но кроме этого, в зависимости от сорта, они будут обладать своими выраженными отдельными декоративными качествами. Допустим, есть сорта спирея японской, которые будут отличаться именно цветением в совокупности с размерами, к примеру, сорт Japanese Dwarf или Little Princess, которые будут компактные карликовые с зелеными листьями и плотно покрытые розовыми соцветиями. Есть группа сортов, которая уже не будет относиться к красиво цветущим, но будет цениться за декоративность листвы, которая будет отличаться, допустим, золотой листвой, Gold Mount, Gold Princess и так далее. Их очень часто комбинируют вместе друг с другом, создавая такие сложные композиции только из, соответственно, спиреи японской. А дополнительно, это такой классический вариант использования одновременно с горными соснами, с карликовыми неприхотливыми елями, то есть, в частности, допустим, ель европейской Nidiformis, сахинеформис, то и западной Даникой и так далее. То есть, это те растения, которые часто используют на переднем плане, на открытых солнечных участках, в ракариях и других композициях, соответственно. Дальше, следующим растением, на которое я бы обратил внимание, будет являться сирень. С одной стороны, наверное, можно подумать, что сирень – это растение, которое давно и широко применяемое, и что, в принципе, может быть здесь нового. И в этом плане я с вами соглашусь. Сирень обыкновенная, и ее тысячи сортов можно встретить буквально везде, начиная как дворовых посадок и выходов из подъездов, в коллекционных, соответственно, садах, в том числе в личных приусадебных, на личных приусадебных участках. Но, кроме этого, среди сиреней есть сирень Мейера, в частности, сорт Полибин, который имеет свой колорит, свои какие-то неповторимые особенности. В чем же интерес? Во-первых, это та сирень, которая цветет гораздо позже других. Если мы говорим про все то сортовое разнообразие сирени обыкновенной, плюс сюда добавим еще сирень Венгерскую, которая цветет на неделю примерно позже обыкновенной, Мейера будет цвести на месяц-полтора позже. То есть мы таким образом продлеваем срок цветения этого красиво цветущего растения. Сорт Полибин интересен тем, что это, во-первых, компактный кустарник небольшой, чаще всего в районе метра высотой, и ее одновременно очень часто используют в привитом варианте, то есть когда выращивают растения на штамбе с шаровидной формой кроны. Таким образом мы получаем растения, которые интересны в цветении, в летнее время года, очень изящного такого сиренево-розового оттенка, с приятным выраженным цветением и ароматом, что тоже характерно для большинства сиреней. В совокупности с общей неприхотливостью и устойчивостью растения очень часто дополняет сад, смотрится современно, интересно, привлекает внимание и используется в совокупности в очень разных композициях, начиная как от сложных цветочно-декоративных групп и, соответственно, тех же миксбордеров, допустим, так до отдельных посадок в виде экземпляров на переднем плане. На них я бы обратил внимание прежде всего. Только что я перечислил, наверное, с моей точки зрения наиболее интересные в настоящее время красиво цветущие кустарники, одновременно тренды среди многих ландшафтных дизайнеров, которым есть смысл уделить внимание, обратить на них свое внимание и учесть их особенности и использовать в садах. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал Процветок и, я надеюсь, еще обсудим другие неприхотливые растения, декоративно-лиственные, хвойные, в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok